В это время стал приближен к царю грек митрополит Гасский Паисий Легорит, человек-ученый, получивший образование в Италии. Впоследствии он был в Палестине посвящен в архиерейский сан, но подвергся запрещению от иерусалимского патриарха Нектария за латиномудрствование. Никон еще до своего отречения по ходатайству грека Арсения пригласил его в Москву. Паисий приехал уже в 1662 году, когда патриарх находился в Воскресенском монастыре. Никон надеялся найти себе защитника в этом ученом греке. Паисий сперва пытался примирить патриарха с царем и письменно убеждал его смириться и отдать Кесарева Кесареве. Но увидел, что выходки Никона до того раздражили царя и бояр, что на примирение надежды нет, и открыто стал на сторону врагов патриарха. Этот приезжий грек подал царю совет обратиться ко вселенским патриархам. Царь Алексей Михайлович по своей натуре всегда готов был прибегнуть к полумерам именно тогда, когда нужно было действовать прямо и решительно. И в этом случае было так поступлено. Составили и порешили отправить ко всем вселенским патриархам 25 вопросов, относящихся к делу Никона, но не упоминая его имени. Представлены были на обсуждение патриархов случаи, какие происходили в России, но представлены так, как будто неизвестно, когда и с кем они происходили. Казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились только для того, чтобы знать, как следует поступить, если бы они произошли. Доставить эти вопросы патриархам царь доверил одному греку по имени Мелетии, которого Паисий Легорит поручил вниманию государя. Затем в ожидании ответов от вселенских патриархов на посланные вопросы царь отправил в Воскресенский монастырь к Никону того же Паисия Легорида с астраханским архиепископом Иосифом. Вместе с ними поехали к Никону давние недоброжелатели патриарха – боярин князь Никита Иванович Адоевский, окольничий Родион Стрешнев и думный диак Алмаз Иванов. Никон был озлоблен против Паисия, которого еще не видал в глаза. Он надеялся, что приглашенный им грек будет за него. Теперь до Никона дошло, что Паисий не только дает советы царю ко вреду Никона, но даже толкует, будто Никон неправильно носит звание патриарха, два раза получивший архиерейское рукоположение, как митрополит новгородский и потом как патриарх московский. Как только явился к нему на глаза этот грек на челе посольства, Никон обругал его самоставником, вором, собакой. «Привыкли вы тыкаться по государствам, да мутить, и у нас того же хотите», – сказал он, обращаясь уже по смыслу своей речи не к одному лицу Паисия, а вообще грекам. «Отвечай мне по-евангельски», – сказал Паисий по латыни, – «проклинал ли ты царя?» «Я служу за царя молебны», – сказал Никон, когда ему перевели слова Паисия. «А ты зачем говоришь со мной на проклятом латинском языке?» «Языки не прокляты», – сказал Паисий. «Когда огненный дух сошел в виде языков, не говорю с тобой по-елински, потому что ты невежда и не знаешь этого золотого языка. Ты сам услышишь латинский язык из уст папы, когда поедешь в Рим для оправдания, ведь ты ищешь у него апелляции». Это было по всему видно злотолкование слов, произнесенных Никоном о древнем праве суда римских первосвященников. «Ты», – продолжал Паисий, – выписывал правила о папском суде, бывшем в то время, как папы еще сохраняли благочестие, а не написал, что после них суд перешел ко вселенским патриархам. Никон, обратившись к товарищу Паисий Иосифу, сказал «И ты, бедный, туда же. А помнишь ли свое обещание? Говорил, что и царя слушать не станешь. Что? Видно, тебе что-нибудь дали, бедняку?» Вступили в разговор бояре и стали допрашивать патриарха насчет читанного им проклятия со 108-м псалмом. «Клятву я произносил на романа Бабарыкина, а не на государя», – сказал Никон. Он вышел и возвратился снова с тетрадкой. «Вот что я читал», – сказал он. «Вольно тебе», – сказали бояре, – «показать нам и совсем иное». Никон выходил из себя, стучал посохом, перебивал речи бояр и в порыве досады, как уверяют, сказал «Да если б я и к лицу государя говорил такие слова, я и теперь за его обиды стану молить. Приложи зла, Господи, сильным земли!» Сыпались взаимные укоры. Никон роптал, что царь вступается в святительские суды и в церковные порядки, а бояре упрекали Никона за то, что патриарх вступался в государственные дела. Среди жаркого спора с боярами Никон обратился к Паисию и сказал «Зачем против правила ты надел красную мантию?» «Затем», – отвечал Паисий, – «что я из настоящего Иерусалима, где пролита причистая кровь Спасителя, а не из твоего лжеименного Иерусалима, который есть не старый, не новый, а третий, антихристов». Никон опять вступил в спор с боярами. «Какое-то там у вас собор затевается», – сказал он. «Собор собирается по царскому велению для твоего неистовства, а тебе до него нет дела. Ты уже более не патриарх», – сказали бояре. «Я вам не патриарх», – сказал Никон, – «но патриаршеского сана не оставлял». Спор становился горячее. Никон закричал «Вы на меня пришли, как жиды на Христа». От него потребовали его подначальных для допроса по делу о проклятии со сто восьмым псалмом. «Я не пошлю никого из своих людей», – сказал Никон. «Берите сами, кого вам надобно». Около монастыря поставили стражу, чтобы никто не убежал. Начались допросы. Все, бывшие в церкви во время обряда, совершенного Никоном над царской грамотой, не показали ничего обличающего, чтобы Никон относил свое проклятие к особе царя. Все, кроме того, показывали, что в этот день читалось на Ектиниях царское имя. Бояре еще принялись спорить с Никоном. Разгоряченный патриарх грозил, что он «оточтет царя от христианства», а бояре сказали, «поразит тебя Бог за такие дерзкие речи против государя. Если бы ты был не такого чина, мы бы тебя за такие речи живого не отпустили». Примечание. Замечательно, что для Никона ничего не значило изречь церковное проклятие по собственным делам. У одного купца Щепоткина взял он в долг 500 пудов меди на отливку колокола. Щепоткин в уплату этого долга роздал товары, которые патриарх поручил ему продать. Никон нашел счет Щепоткина неправильным и вместо судебного иска поразил его проклятием. Конец примечания. После таких бесед, которых содержание сообщено было царю, быть может и с прибавлениями, примирение сделалось невозможнее. «Видел Никона?» — спросил царь Алексей Михайлович Паисия. «Лучше было бы мне не видать такого чудища», — сказал грек. «Лучше оглохнуть, чем слушать его циклопские крики. Если бы кто его увидел, то почел бы за бешенного волка». На следующий, 1664 год, получены ответы четырех патриархов, привезенные Милетием. Ответы эти были как нельзя более против Никона, хотя в них, сообразно вопросом, не упоминалось его имя. Главная суть состояла в том, что, по мнению вселенских патриархов, московский патриарх и все духовенство обязаны повиноваться царю, не должны вмешиваться в мирские дела. Архиерей, хотя бы носящий и патриарший титул, если оставит свой престол, то может быть судим епископами, но имеет право подать апелляцию константинопольскому патриарху, как самой верховной духовной власти, а лишившись архиерейства, хотя бы добровольно, лишается тем самым вообще священства. Здесь именно оправдывалось то, что хотел постановить собор в 1660 году и что было задержано возражениями Славенецкого. Но тут возникли сомнения. Греки, наплывшие тогда в Москву и допускаемые царем вмешиваться в церковную смуту, возникшую в русском государстве, ссорились между собою и доносили друг на друга. Явился какой-то иконийский митрополит Афанасий, называл себя неправильно, как после объяснилось, экзархом и вместе родственником константинопольского патриарха. Он заступался за Никона. Явился другой грек, Стефан, так же, как будто от константинопольского патриарха с грамотой, где патриарх назначал своим экзархом Лигарида Паисия. Этот Стефан был против Никона. Афанасий иконийский уверял, что патриаршие подписи на ответах, привезенных Милетием, подложные. Царь, бояре, духовные власти сбились с толку и отправили в Константинополь монаха Саву за справками о наехавших в Москву греках и с просьбой константинопольскому патриарху прибыть в Москву и решить дело Никона своей властью. Патриарх Дионисий отказался ехать в Москву, советовал царю или простить Никона, или поставить вместо него иного патриарха. А о греках, озадачивших царя и его синклид своими противоречиями, дал самый невыгодный отзыв. Ни Афанасию иконийскому, которого вовсе не признавал за своего родственника, ни Стефану он не давал никаких полномочий. О Паисии Лигариде сказал, что по многим слухам он попежник и лукавый человек. Наконец, о самом Милетии, которого царь посылал к патриархам с вопросами, отозвался неодобрительно. Таким образом, хотя ответы, привезенные Милетием от четырех патриархов, не оказались фальшивыми, однако важно было то, что сам константинопольский патриарх, которого суд ценился выше всего в этих ответах, изъявлял мнение, что Никона можно простить, следовательно, не признавал его виновным до такой степени, чтобы низвержение его было неизбежно. Еще сильнее заявил себя в этом смысле иерусалимский патриарх Нектарий. Хотя он и подписался на ответах, которые могли служить руководством для осуждения Никона, но вслед за тем прислал к царю грамоту, и в ней убедительно и положительно советовал царю для избежания соблазна помириться с Никоном, оказать ему должное повиновение как к строителю благодати и как предписывают божественные законы. Патриарх изъявлял, кроме того, полное недоверие к тем обвинениям против московского патриарха, какие слышал от присланного к нему из Москвы Милетия. Отзывы константинопольского и иерусалимского патриарха задержали дело. Собирать собор и осудить Никона после этого казалось уже зазорно, тем более, когда ответы патриархов не относились положительно к лицу Никона. Осужденный, сообразно тем же ответом, мог подать апелляцию к константинопольскому патриарху и даже ко всем четырем патриархам. Дело затянулось бы еще далее. Русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутам, так как, судя по отзывам двух патриархов, могло быть между этими вселенскими судьями разноречие, и даже можно было опасаться, что дело повернулось бы в пользу Никона. Однако патриаршие отзывы не поколебали вполне доверие царя к врагам Никона, Паисию и Милетию. После рассуждений и толков царь, бояре и власти решили отправить того же Милетия к троим патриархам, кроме Константинопольского, и просить их прибыть в Москву на собор для решения дела московского патриарха, а в случае, если нельзя, будет приехать им всем, то настаивать, чтобы, по крайней мере, приехали двое. Никон, узнавший, что враги его собирают над ним грозу суда вселенских патриархов, попытался снова сблизиться с царем и написал к нему в таком смысле. Мы не отметаемся собора и хвалим твое желание предать все рассуждению патриархов по божественным заповедям евангельским, апостольским и правилам Святых Отец. Но вспомни, твое благородие, когда ты был с нами в добром совете и любви, мы однажды ради людской ненависти писали к тебе, что нельзя нам представительствовать во Святой Великой Церкви. А какой был твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте в одной церкви, и этого никто, кроме нас, не знает. Смотри, благочестивый царь, не было бы тебе суда перед Богом и созываемым тобой Вселенским Собором. Епископы обвиняют нас одним правилом Первого и Второго Собора, которое не о нас написано, а как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть. Тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойным своего сана. Пастыри усмотрят свои деяния, смущающие твое приблаженство, Крутицкий митрополит с Иваном Нероновым и прочими советниками. Ты посылал к патриархам Милетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает. Есть у тебя великого государя и своих много, кроме такого воришки. Это ли письмо для нас не вполне понятное, или обычное благодушие тишайшего государя побудило его в кругу бояр выразиться так, что из слов его можно было вывести, что он и теперь не прочь помириться с Никоном. Этим воспользовался друг и почитатель Никон Азюзин и написал к Никону, будто царь желает, чтобы патриарх неожиданно явился в Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звал. А чтобы ему не было на пути задержки, он у ворот городских должен был скрыть себя и сказать, будто едет архимадрит Савинского монастыря. Никон доверился Азюзину, который заверял патриарха, что царь милостиво его примет. Никона, к тому же, успокаивало сновидение. Ему приснилось, что в Успенском соборе встают из гробов святители, и митрополит Иона собирает их подписи для призвания Никона на патриарший престол. Согласно подробным наставлениям Зюзина, 19 декабря 1664 года Никон со свитую, состоявшей из монахов Воскресенского монастыря, ночью приехал в Крем и неожиданно вошел в Успенский собор в то время, когда там служилось заутренняя, и читались кофизмы. Блюстителем патриаршего престола был тогда уже не Петерим, переведенный в Новгород митрополитом, а ростовский митрополит Иона. Он находился в церкви. Никон приказал остановить чтение кофизм, приказал диакону прочитать Ектинию, взял посох Петра митрополита, прикладывался к мощам, потом стал на своем патриаршем месте.